Деловые отношения между народными избранниками и СМИ, совместные социальные проекты позволяют не только сделать законотворческую деятельность максимально открытой для зауральцев, но и помогают решать реальные проблемы. Так в городе Долматово усилиями депутата и районной газеты удалось отремонтировать помещение общества инвалидов. Там очень были плохие условия, пол провалился, денег не хватало, как всегда у нас в бюджете. И вот мы объединили наши усилия, подключили администрации, конечно, и вместе заменили там пол, навели порядок, капитальный ремонт, такой провели общество. Ольга Горилова, исполняющая обязанности редактора газеты «Притаболи», рассказывает, районное издание – это не только трибуна, дающая возможность заявить о проблемах, но и своеобразный посредник между жителями района и законодательной властью. Мы, естественно, все его ответы на страницах наших газет обязательно публикуем, чтобы люди знали связь, получается, и вот эту общественную значимость. 20 марта – традиционный день СМИ в Курганской областной думе. На встрече с журналистами председатель Зауральского парламента Владимир Хабаров отметил, что 2015 год проходит под знаком 70-летия Победы. А это значит, что в центре внимания как народных избранников, так и средств массовой информации должны быть ветераны. Ни один из них не должен быть забыт или обделен вниманием. Считаю, что наши общие усилия должны способствовать сохранению и восстановлению памяти о земляках, настоящих героях Великой Победы. Владимир Хабаров также подчеркнул, что многие вопросы, которые рассматривают депутаты на заседаниях, подсказывают именно средства массовой информации и их читатели. В этот же день были объявлены итоги конкурса за 2014 год на лучшее освещение в СМИ деятельности Курганской областной думы в сфере законотворчества и в избирательных округах. Марина Богатырева, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру.